Олега Меньшиков Олега Меньшиков, можно сказать, всего первых шагов. Мама специально передала альбом «Наш ребенок». Так, «Наш ребенок». «Наш ребенок», да. Нет, не «Наш ребенок». Нас не так поймут. Давайте, это вы ребенок. Я бы, знаете, я... Потому что вы давно смотрели? Я очень давно смотрелся. Вот видите? Сейчас посмотрим. Вот таким он был в младенчестве. Щечки у вас были... Будьте, на тебе, да. Застой. Но глаз засты. Да. Вот это я тоже. Что такое? На девочку похож. Ну, все в детстве похожи. Борешь на кого? На девочек, на мальчиков всех. И купишь. Это родители Олега. Как сам он говорит, мама – врач, папа – военный инженер, а я их сын – разгильдяй. В детстве не наказывали? Ну, в том числе я этого не помню. Но наверняка наказывали. Всех же наказывали. Знаете, когда порят, наверное, люди... Не-не-не, вот этого не было. Нет, вот этого не было. А где какие-то школьные просто? Школьные? Так они, по-моему... А дайте я посмотрю. А здесь нет? А школьных, значит, нет вообще. Ну, что, в школьные учились? Я скажу вам по секрету – нет. Я научился, конечно. Прогуливают? Я что-то... Нет. А у нас не было такого. Нет, прогуливали что-то уже под конец, когда там уже такие хамоватые были. Девятый, десятый класс. Прогуливать школу будущая звезда кинематографа тогда никак не мог. Должность не позволяла. Он был председателем Совета Дружины, ездил в Артек и вносил, как говорит, мощный вклад в развитие советской пионерии. Я в музыкальной школе. И вот единственную школу я могу найти. Так вы и на скрипке играете? Да. Я в первую очередь на скрипке играл. Я учился на скрипке. И, кстати, подавал большие надежды. Педагоги музыкальной школы прочили ему большое будущее. Но музыкантом, признается Меньшиков, он не стал бы никогда. Терпения бы не хватило. Хотя позже, в 16, он выбирает другой, не менее трудный путь. Актерский. В Щепкинское театральное поступает сразу. В 19 получает свою первую роль в фильме «Жду и надеюсь». А уже потом была «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Покровские ворота». Все остальные фильмы зритель знает и без перечисления. Главное заключается в другом. Все это блестящие работы. Подобный успех сам Меньшиков объясняет просто. Он никогда не торопится. Не хватается за роль. Он выжидает, приглядывается. И, если уж почувствовал ее, уверен, вытянет. Вы себя хорошо знаете? Ну, нет, конечно. Но... Знаете, вот как странно... Вот хороший вопрос, да? Я говорю, что вы себя хорошо знаете? Вот мы, как ни странно, мы себя... Я почему-то думаю, что мы себя в хорошем знаем гораздо меньше, чем в плохом. Вот плохого про себя я могу наговорить гораздо больше, чем хорошего. Но мы тут же убедили Олега Евгеньевича не делать этого. Умеренной критики в нашей эксклюзивной беседе вполне будет достаточно. Вы обидчивы? Был очень обидчивый. Был очень обидчивый. Безумно. Вот по малейшему поводу. Еще рецидивы сейчас остались какие-то. Но моих гновим мы не даем в жизни. Ну, обижаться... Знаете, как Петр Наумович меня научил этой фразе, Фоменко я имею в виду, я считаю, что надо замечательно. Обижаться – это удел горничных. Поэтому не в смысле, что мы князья, но в принципе это как-то... Недостоинно. А чего в жизни никогда бы не простили? Раньше я категорически отвечал на этот вопрос. И сразу был набор каких-то поступков или названий этих поступков, которые я действительно и не прощал. Но чем дальше, тем больше я понимаю, что во всяком случае стремлюсь к тому, чтобы научиться прощать все. Но прощаете в душе? Или все-таки с этим человеком общаетесь? Или простил про себя? Да, да, но не общаетесь. Ну, и такое, да, и такое. Тут зависит, так сказать, от уровня поступка. А готовить умеете? Нет. О, Боже. Вообще. Знаете, я люблю очень ходить в рестораны. Это может быть такое заявление неправильно, но я люблю очень ходить в рестораны, я люблю ресторанную еду. Ну, я с какого периода стал достаточно, ну, я не знаю, как сказать, мало есть, немало. Ну, как-то я успокоился относительно еды. Ничего я не умею готовить. Ничего. Позорище было один раз, что ты там пытался приготовить. Ну, позор. Такого позора в жизни своей не испытывал никогда. Ничего. И я, в принципе, дома практически не ем. Хотя обожаю, если кто-то готовит вкусно. Ой, приходите ко мне в гости. Вкусы готовите, да? Да. Ну, дома что-нибудь можете прибить? Прибить? Я не пробовал. Я вам клянусь, не пробовал. Не потому что я, ну, наверное, если как, так сказать, если приспичит, я, наверное, что-то сделаю. Но я не пробовал. Никогда. Починить там. Исключено. А если электричество, что там. Вы знаете, ну. Лапочку поменять. Ну, вы видите, конечно, мы живем уже в то время, когда это все могут сделать. Поэтому я и... Я не в смысле, что я отстранился. Это, боже мой, это будет. Я этого не касаюсь. Да ничего подобного. Касаюсь я всего. Ну, просто... Ну, так получилось, что есть люди, которые делают это, если у меня что-то случится. Ну, и поэтому... Ну, конечно, если меня прижмет и приспичит, и через два года мне придется там все делать самому, я буду делать. И я уверен, что я все нормально буду делать, неплохо. Спасибо. 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 Спасибо.